Все мы живем на одной планете. Мы одинаково приходим в этот мир и одинаково из него уходим. Однако каждый человек по-разному проживает отпущенное ему время. Одни ищут спокойной жизни в кругу семьи и бытовых заботах, другие с радостью погружаются в приключения и проводят свои дни так, словно каждый день последний. Но есть и такие, у кого жизнь как в остросюжетном фильме кажется превратности судьбы нескончаемой. Одна из них Марина Чапман, в чью захватывающую историю до сих пор верят не все. В видеоролике, приложенном ниже, цепочка странных и удивительных событий в жизни женщины, которая до сих пор ищет в ней первое звено. Она родилась в Колумбии в 1950-х. Ей было всего четыре, когда ее похитили. Малышка играла у озера недалеко от дома, где жила с родителями. К ней подошли двое мужчин, бросили в машину и увезли в джунгли, где выбросили девочку посреди леса. Смысл их действий до сих пор не ясен. Марина осталась совершенно одна и пошла искать помощи, но ей на пути попадались только обезьяны. Девочка не знала, куда идти, и осталась у высокого дерева, где жила группа капуцинов. Поначалу обезьянки не обращали на нее внимания, но однажды она отравилась каким-то плодом дерева. Малышке было очень плохо, и тогда одна из обезьян отвела ее к воде, чтобы та очистила желудок. С тех пор отношения девочки и приматов стали налаживаться. Она стала учиться у них, начала понимать звуки и сигналы. Так прошло около пяти лет. Однажды Марина наткнулась на браконьеров. Казалось бы, люди должны были помочь девочке найти дом, но и тут Марина столкнулась с жестокостью. Люди продали ее в публичный дом небольшого города, где девятилетняя девочка работала уборщицей. Спустя время Марина сбежала и выбрала удел уличной бродяжки. Девочка пыталась обрести семью в виде приемных родителей, но это не увенчалось успехом. Однако Марине повезло, одна женщина купила ей билет в богату, столицу страны, где девушку приютила Мария, дочь той доброй дамы. Это стало началом новой жизни. Когда Марине исполнилось 14 лет, Мария официально удочерила ее и предложила выбрать себе новое имя. Так она стала Лу с Мариной. Спустя время семья переехала из Колумбии в Великобританию, где Марина стала работать няней и учиться. Там она встретила будущего мужа Джона Чапмана. Именно он написал книгу с историей ее жизни «Девочка без имени», которая вышла в печать в 2013 году. Марина до сих пор надеется найти свою настоящую семью, хотя с момента похищения прошло примерно 65 лет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.